Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости пятницы 7 февраля. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин стал инициатором законопроекта, который позволит сохранить льготы для многодетных семей, чьи дети учатся за пределами края. Сейчас в регионе по действующему законодательству мерами соцподдержки могут пользоваться только те семьи, чьи дети учатся на полуострове. Подробности в материале Лейсана Латыповой. Старшая дочь Елены Валюшкиной в прошлом году поступила в Хабаровский медицинский институт на лечебный факультет. Рядом с матерью здесь, на Камчатке, остались еще двое ее детей – 9-летний школьник Иван и маленький Саша, которому в марте исполнится два года. Несмотря на то, что Елена – мать троих детей, она лишилась статуса многодетной еще в сентябре прошлого года, когда дочери исполнилось 18 лет. После 18 лет по закону Камчатского края продлевается статус многодетной семьи только если ребенок обучается отчина и на территории Камчатского края. Так, вот уже почти полгода на Елену не распространяются меры социальной поддержки для многодетных. Хотя по-прежнему одна воспитывает всех своих детей. Естественно, на это уходит немало денег. Многодетным семьям выделяются земли, сертификаты. Это льгота по коммунальным услугам, 30%. Это президентская программа по перелету. То есть вот конкретно на меня, допустим. Ну, сейчас все не вспомню, но да, это, конечно же, значимо. Получается, если ребенок из многодетной семьи учится на Камчатке, он получает льготы. А при выезде за пределы полуострова уже нет. Устранить несправедливость поможет новый законопроект, инициатором которого стал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Семья, безусловно, продолжает их поддерживать на период учебы, тем самым ухудшая свои положения. Положение семьи и положение всех остальных ребятишек. Поэтому я согласен с родителями, которые обращаются, считаю эту вещь несправедливой. Сейчас эксперты разрабатывают необходимые изменения в действующее краевое законодательство. После их внесения под категорию многодетных попадут и те семьи, чьи дети учатся на очной основе и за пределами Камчатского края. В случае утверждения этого законопроекта, уже в этом году около 70 семей снова получат право на льготы. Среди них и неполная многодетная семья Валюшкиных. Горячая линия по вопросам повышения цен на продукты заработает на Камчатке. Пожаловаться на завышенную стоимость сможет любой житель региона, позвонив по телефону. После поступления жалобы будет проведена проверка и приняты меры. Решение о запуске горячей линии в Минэкономразвития Камчатки приняли в связи с обеспокоенностью населения повышением цен из-за эпидемии в Китае. Впрочем, ситуация на Камчатке под контролем. Доля китайской продукции на рынке составляет не более 30%. Сообщить о неоправданном повышении цен можно будет по телефону 8 415 2 41 02 48 или по телефону горячей линии Федеральной антимонопольной службы 8 415 2 42 58 74. Что касается плодовощной продукции, у нас заканчиваются запасы продовольствия, которое поступает из Китая. Это в основном фрукты и овощи. Но сегодня уже начали поставку китайских овощей в Приморье. И, соответственно, Приморье начали отгрузку к нам. Они повысили цены на эту продукцию. Мы не знаем, как она сложится, когда придет на территорию Камчатского края. Обязательно будем это отслеживать. К другим темам. На Камчатке продолжается работа по укреплению позиций региона в национальном рейтинге инвестиционного климата. Принимаемые для этого меры обсудили в ходе заседания организационного штаба, которое прошло под руководством губернатора Владимира Илюхина. Участниками встречи стали руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных ведомств, а также предпринимательского сообщества и деловых объединений. Все вместе они обсудили решения вопросов, связанных с регистрацией прав собственности на недвижимость и постановки земельных участков на кадастровый учет в Камчатском крае. Было отмечено, что для улучшения данных показателей особое внимание необходимо уделять профессиональной подготовке специалистов, работающих с документацией. Продолжаем выпуск. В прошлом году было отремонтировано более полумиллиона квадратных метров дорожного покрытия в 14 районах Камчатки. Об этом в своем публичном отчете рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтированы 42 километра дорожного полотна. Работы проводились на улицах Тушканова, Арсеньева, Даурской, Уссурийской, Ключевской и на проспекте Победы. Введены в эксплуатацию 27 километров трассы Петропавловск-Мильково. А среди планов на ближайшее время министр отметил капитальный ремонт участка федеральной трассы Морпорт-Аэропорт. С 13 по 35 километр он подразумевает расширение проезжей части до 4 полос, устройство 33 автобусных остановок, тротуаров и дополнительных полос для правого и левого поворота на примыканиях с интенсивным движением. Лучших писателей Дальнего Востока наградят литературной премией имени Владимира Арсеньева. Прием заявок начался 1 февраля, и некоторые камчатские писатели уже готовят свои работы для жюри. Подробности у Александры Радченко. Первая дальневосточная литературная премия утверждена в прошлом году. В ней три номинации – длинная проза, романы и повести, короткая проза, рассказы, эссе и очерки и детская проза. Свои книги отправят на конкурс и камчатский детский писатель Кирилл Олейников. Это единственное место, которое я неплохо знаю, в частности о Камчатке. Поэтому нужно писать о своей малой родине, и особенно я работаю сейчас в жанре детской литературы, я считаю, это очень полезно для нашего дальневосточного сообщества, писать книги именно о месте, в котором мы живем. Потому что книги, посвященные Дальнему Востоку, детской литературы, выходят нечасто. И особенно в местных издательствах они нечасто, насколько я знаю, вообще появляются в продаже. Одно из главных условий – произведение должно быть издано не раньше 2019 года. Заявки принимаются до 30 июня. Главный приз – полмиллиона рублей. Премия всероссийская, но она должна привлечь внимание писателей к Дальнему Востоку, к теме Дальнего Востока. Сейчас ведь Дальний Восток звучит в многих программах государственных, правительственных. Ну и, конечно, в культуре он тоже должен звучать, и в литературе тем более. Поэтому, привлекая писателей к нашей теме Дальневосточной, и была объявлена эта премия. Напомним, в прошлом году заявки подали около 200 писателей, а победителям награду лично вручил полномочный представитель президента Юрий Труднев во время Дней Дальнего Востока в Москве. И в завершении выпуска камчатцев приглашают на Лыжню России. Всероссийская лыжная гонка пройдет 8 февраля в субботу. Для доставки участников на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова будут курсировать бесплатные автобусы от автостанции на 10-м километре, микрорайона Дачный и от остановки БАМ. На автобусах будет специальная табличка «Лыжня России». Регистрация участников начнется в 10 часов утра. Старт в полдень.